Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился на календаре 19 августа и, что немаловажно, четверг сегодня. Это значит, что самое время поговорить о киноновинках с нашим кинообозревателем Андреем Куликом. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Не устаю повторять эти слова, но утро действительно должно быть добрым. Андрей, что приготовили сегодня нам? Ну, я посмотрел уже вот в интернете легально доступный фильм «Красный призрак». Я его в прокате проигнорировал, и он прошел так достаточно незаметно. И российский фильм, ну, отзывы какие-то я слышал кислые. А мне друзья сказали, кто уже посмотрел, что смотри, смотри, это очень любопытно. Вот давайте поглядим. Давайте посмотрим. Мы считаем, что на этой территории орудует снайпер-одиночка. Наши солдаты называют его «Красный призрак». Вы хотите сказать, что не можете ликвидировать одного человека? А ну, встал. Это мы еще поглядим. Говорят, только немец издевался. Он тут так тут. Всех положить. И только его и видали. Какого строка на них наддал, бабка не горюй. У нас привыкли, что фильмы про войну, это такие, ну, реалистические истории. А это редкий жанр, это кинокомикс. Не ищите тут реализма. Тут все через край. Тут действительно действует одинокий, таинственный «Красный призрак» Алексей Шевченков. Тут есть небольшой партизанский отряд, там, Владимир Гостюхин прекрасный. Ну, конечно, Юра Борисов, сейчас без него никак. И вот немецкий офицер решил этого «Красного призрака» уничтожить. У него, разумеется, не получится, потому что он бессмертный, он же наш. Но вот это вот, тут и какие драки, и перестрелки, и погони. Это все настолько динамично, это все очень здорово снято, смонтировано, сыграно. Но я говорю, не ждите реализма. Это много смешного, это вот кинокомикс. Вот вроде бы непривычно, да, такой жанр и война. Для нас особенно очень необычно. Да, и поэтому многие не были готовы, шли на какую-то, ну, такую реалистическую картину. И вот эффект обманутого ожидания. Люди выходили растерянные из кинозала. Я вас вот подготовил, я рекомендую, я надеюсь, вы не пожалеете. Теперь можно смотреть смело, хорошо? Суть по текстовым заставкам немножко такой, русский Тарантино получается. Ну, типа, да, 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 да. Это вот, я говорю, неожиданно для нас вот в таком ключе снимать про войну. Что же еще? Большая секунда. Это мини-сериал, который идет на одной интернет-платформе. Режиссера Виктора Шамирова. Вы, наверное, видели его фильмы «Со мной», вот что происходит. Ну... Посмотрим кусочек? Да, давайте. Давайте. Автор Кира Виноградова. Почему «Большая секунда»? «Большая секунда» — это как интервал между нотами, там. С другой стороны, это наша жизнь, она кажется большой, а на самом деле прилетает за секунду. А то вы не знаете. Тут происходит параллельно две сюжетные линии. Вот, кстати, вот этот вот лысый мужик, это вот и есть Виктор Шамиров, он еще и вот сыграл в этом фильме. Ну, он часто играет в своих картинах. И они бывшие супруги. И вот она написала свой первый сценарий, но его надо дорабатывать, у нее только идея, собственно, да. И ей напарники дают вот ее бывшего мужа. Ну, естественно, если люди три года вместе жили, вот, они не могут быть просто коллегами. Они продолжают выяснять отношения, почему их брак распался. И что-то из своей личной жизни они переносят вот в этот сериал. И параллельно мы видим, что они сочинили. И они думают, что дальше будет с этим героем, что с этой героиней, а не слишком ли мы там пережимаем и так далее. А вот эти герои, которых они придумали, они музыканты. И действие в основном разворачивается в музыкальной школе. И это такая история трагикомическая, потому что есть, ну, много серьезного, но в основном это все-таки комедия. И я считаю, что Шамиров показал уровень. Надо смотреть. Большая секунда. Такое ощущение, что это не просто комедия про хихиха-ха, а здесь чуть больше. Про жизнь. Здорово, здорово. Что-нибудь еще нам приготовили сегодня? Четвертый канал приготовил. В субботу будет фильм «Ищу друга на конец света». Это фильм с Кирой Найтли и Стивом Карлом. Ну, сейчас, наверное, фрагмент. Последняя попытка спасти человечество провалилась. Астероид диаметром в 70 миль, названный Матильдой, прибудет к нам ровно через три недели. Мы будем считать дни до конца света прямо здесь, в прямом эфире, под ваши любимые рок-хиты. Забудьте адрес-код. Вы можете носить все, что хотите. Пятница теперь каждый день. Может, кому-то охота побыть финансовым директором? Стив Карл – это страховой агент, который никогда не рисковал, вел добропорядочную жизнь. Но вот его жена, узнав о том, что осталось жить три недели, бросает его, уходит к другому мужчине, с которым она, оказывается, ему изменяла. В роли его жены, жена Стива Карла. Это такая шутка для своих. И он решает отправиться к девушке, которую любил в юности. И вот он все жалел, что у них не сложилось. И хотя бы последние дни жизни человечества провести вместе с ней. А его соседка, англичанка, она хочет конец света встретить со своими родными в Англии. И они садятся в одну машину и отправляются в удивительное путешествие. Это, с одной стороны, трагические обстоятельства, и люди себя по-разному ведут, и мародерствуют, и так далее. Но во время этого путешествия они чувствуют, что они абсолютно разные. Она безбашенная, он такой строгих правил. И между ними что-то возникает. Это любовная история. Ну и тут еще важный персонаж, это собачка. И собачку для съемок нашли в приюте для бездомных собак. А поскольку роль большая, ей нашли еще трех дублеров. И одного из этих дублеров должны были уже усыпить. И его спасли. Эту собаку играют четыре собаки. Как непредсказуемая жизнь, не только человечная. Это, понимаете, любовь, да еще и собачка. Я вам гарантирую, что этот вечер вы проведете с большим удовольствием перед экраном телевизора. Да, я когда начал смотреть фрагменты, я пытался вспомнить, смотрел я этот фильм или не смотрел. Сначала показалось, что не смотрел. Думаю, надо обязательно выделить время и увидеть его. А потом вспомнил, что да, действительно, история очень знакомая. И тем не менее, хочется пересмотреть еще раз. Да, можно их еще раз посмотреть? Замечательные фильмы. Такие фильмы, да, вот вечером, в субботу, ну... На четвертом канале? На четвертом канале. Ну, друзья, поэтому не пропускайте. Спасибо большое. У нас в гостях был кинообозреватель Андрей Кулик. И еще к вам вопрос. Любите ли вы фотографировать, либо фотографироваться? Ну, фотографироваться не очень. А вот фотографировать, особенно детей... Я вот радуюсь, что теперь вот цифра. Когда я снимал на пленку, все время экономишь. Боишься, что не хватит 36 кадров, и все равно они быстро кончаются. А теперь можно щелкать, щелкать, щелкать и ловить. Детей очень трудно фотографировать. Но из, допустим, там 30 кадров один может быть вот такой замечательный, что его хочется в рамочку, что у меня все стены в фотографиях любимых людей. Замечательно. Спасибо большое, Андрей, что поделились. И спасибо большое за прекрасную подборку фильмов, как всегда.